В эфире телеканала Краснодар. Программа «Город сегодня» в студии Анна Володина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. К самому большому округу самое большое внимание. Глава Краснодара Евгений Первышев встретился с жителями Прикубанского округа и рассказал о проведенной работе за год. Курс на озеленение. На перекрестке Симферопольской и Уральской к весне появится целый сквер. Особый праздник для нашего города – День покровительницы Краснодара и Кубани Екатерины Александрийской, отмечают сегодня православные. Порядок. Один для всех. Какие правила необходимо соблюдать при перевозке пассажиров и почему нельзя размещать рекламу на транспорте? Худеть или не худеть? Расскажем, как жители Кубанской столицы готовят свою фигуру к бою курантов. Каледовать сегодня не принято, хотя некоторым, проезжавшим в районе поселка Лориса, могло показаться, что время пришло. На восточном обходе Краснодара сегодня с утра трасса была буквально засыпана зерном. Дорогу не поделили два КАМАЗа, один из которых был доверху загружен пшеницей. Цепная реакция затронула еще двоих участников движения. 45-летний житель города Ставрополя, управляя грузовым автомобилем с прицепом, наполненным зерном, двигался в сторону поселка Лорис и, не рассчитав боковой интервал, допустил касательное столкновение с двигавшимся постречным к нему направлению грузовым автомобилем. После удара водитель первого транспортного средства потерял управление, из-за чего допустил столкновение еще с двумя легковыми автомобилями. Легковые автомобили получили значительные механические повреждения. Никто из людей в результате ДТП не пострадал. Но ДТП стало причиной внушительной пробки. Проезжую часть пришлось расчищать, и на это дорожным службам потребовалось немало времени. По факту случившегося проводится проверка. Военно-патриотический парк «Патриот» откроет в Краснодарском крае. Проект сегодня обсуждали на совещании у губернатора. Подобный комплекс есть и в Москве. На Кубани площадка разместится в станице Старомышастовской Денского района. На территории будет несколько тематических зон. По мнению Вениамина Кондратьева, объект прежде всего станет местом притяжения для школьников и студентов со всего региона. 145 гектара будет парк. Площадь огромная. Это на самом деле маленький городок. Но он должен быть по-настоящему отвечать тем требованиям, которые мы ставим сегодня перед молодежью. Именно военно-патриотическое воспитание. Я думаю, он будет просто востребован, чтобы там получить вот эти самые навыки, первые навыки или военной профессии, или просто для ребят, которые хотят в жизни стать настоящими мужчинами. Настоящий дух защитника отечества. Его надо воспитывать, формировать. В том числе и на примере героев, на примере людей, которые будут заниматься там патриотической подготовкой этой молодежи. Нужно сделать так, чтобы все выпускники 11 классов сборы между 10 и 11 классом все прошли, все. Уверен, это инвестиции в будущее. Инвестиции, которые однозначно окупятся. Определились с 15 функциональными зонами на этих 145 гектаров. Это первая авиационная составляющая центра, это ВПП, взлетно-посадочная полоса, стоянки самолетов, ангары. Комплекс воздушно-десантной подготовки, аэродемической трубой для подготовки парашютистов. Карта-дром, трасса мотокросса, площадка мотофристайла, площадка комплекса ГТО, полоса препятствий, скалодром. В парке «Патриот» планируют разместить даже комплекс для первоначальной подготовки водолазов. Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца разработать алгоритм по подготовке территории и по следующему техническому оснащению. Проектные работы планируют закончить в следующем году. Отремонтировать кабинет лечебной физкультуры, установить новые окна в детском саду и купить музыкальные инструменты для народного коллектива. С этими и другими просьбами обратились жители Кубани к вице-губернатору Анне Меньковой. Она провела в Краснодаре личный прием граждан. Вопросы в основном касались ремонта социальных объектов. К примеру, Татьяна Голостяна из краевой столицы обеспокоена тем, что в детском саду, который посещает ее ребенок, оконные рамы в ненадлежащем состоянии. Они пропускают холод. Анна Менькова поручила заменить стеклопакеты уже в следующем году за счет муниципальных средств. А вот капитальный ремонт в одном из сельских домов культуры в Гулькевичском районе так быстро сделать не получится. В отрадо Ольгинском ДК уже 16 лет нет тепла и протекает крыша. За 40 лет существования здания его ни разу капитально не обновляли. Анна Менькова потребовала разъяснить ситуацию. Данный населенный пункт на сегодняшний день был не полностью газифицирован, а центральное отопление было отключено. От той котельной автономной, которой она была, она отключена была еще прежним собственником, перед тем, как передавалось сельское поселение. Мне просто поразительно слушать, что уже за 16 лет не было предпринято ни одной попытки решить этот вопрос. Допустили ситуацию, при которой сегодня из-за отсутствия отопления эта ДК разрушается. Поручение вашему главе, вам, Министерству культуры проработать совместно с Департаментом топливно-энергетического комплекса конкретно этот вопрос по этому зданию культуры. Дать мне все позиции по тому, сколько это стоит, и найти решение, как быстро мы эту проблему закроем. Кроме того, Анна Менькова взяла под личный контроль капитальный ремонт в кабинете лечебной физкультуры в одной из краснодарских поликлиник. Уже два года зал закрыт, а занятия проводят в необорудованной для этого комнате. Вице-губернатор отметила, что в помещении для ЛФК сделают ремонт, и пациенты уже в марте смогут там тренироваться. Самому большому округу самое большое внимание. Глава Краснодара Евгений Первышев встретился с жителями Прикубанского округа и рассказал о проделанной работе за год. В фокусе – социальная сфера. На территории округа построено две школы на 1550 мест каждая в микрорайонах Губернском и Московском. Еще одна на Героя Веркиева тоже в скором времени будет сдана. На этом строительство не заканчивается. Большой задел сделан на будущее. В новом году появятся еще четыре новые школы. С учетом того, что здесь проживает можно сказать 60% всего населения города Краснодара и по территориальности он самый огромный, будем больше выделять ресурсов, потому что нельзя равноценно ставить на одни весы там западный, центральный, в округ, потому что Прикубанский он действительно перевешивает их по своему масштабу. Что действительно за два последних года очень много сделано в Краснодаре. В части строительства новых домов и реконструкции существующих. По крайней мере за два последних года все-таки километров 170 дорог мы привели в порядок. Более того, реконструировали те зоны отдыха, которые годами, десятилетиями не ремонтировались. Возьмите кинотеатр «Болгария». Какое место красивое? Сквер Вишняховский, бульвар «Дальний». Спортивная сфера тоже не осталась в стороне. На стадионе Вавилова ведутся работы по проектированию двухэтажного многофункционального спортивного комплекса. А в районе улицы Первой Тихой в грядущем году построят два спортивных объекта. Спортзалы для занятий прыжками на батуте, спортивная акробатика и единоборствами. Кроме того, Краснодар четко держит курс на озеленение. Сегодня началась высадка деревьев. В, пожалуй, самом проблемном с точки зрения экологии районе. На перекрестке Симферопольской и Уральской к весне появится целый сквер. За рождением нового места отдыха горожан наблюдал мой коллега Антон Базовский. Еще совсем недавно на перекрестке Симферопольской и Уральской это место было одним большим серым пространством, заставленным такими же серыми гаражами, которые по факту были практически никому не нужны. Да и сейчас еще очень трудно представить, что по весне здесь будут гулять мамы со своими детьми. И это место превратится в один большой зеленый сквер. Однако это действительно так. Уже сегодня стартовали работы по высадке деревьев, которые к весне должны образовать собой одну большую зеленую зону площадью почти 5,5 тысяч квадратных метров. Всего планируется высадить 118 лиственных и 13 хвойных деревьев, а также около 850 кустарников. Среди деревьев такие породы, как липа, груша, платан, черемуха, магнолия, пихта и крымская сосна. Из кустарников высадят можжевельник, гибискус, барбарис и другие. Место тоже было выбрано не случайно. Все дело в его географическом положении. Можно сказать, что у нас улица Уральская, то есть она у нас представлена именно торговыми объектами. И такой зеленой зоны она никогда не имела. Поэтому, конечно, будет хорошо, если сегодня начало этого сквера найдет свое окончание, когда дойдет у нас до восточного обхода и будет являться новым, современным въездом в город. Сами жители микрорайона таким изменением рады. Говорят, давно ждали, когда в их загазованное пространство вернется чистый воздух. Я думаю, для общей картины города это очень даже правильное решение. По-любому здесь как бы нужно, чтобы была зеленая зона и прочее. Чтобы, как вы знаете, это все-таки будут зеленые легкие города Краснодара. Не все же высотки строить. Дело хорошее. Чем больше зеленых насаждений, тем лучше. Это мы только одобряем, потому что дышать реально в городе нечем. Учитывая такие оживленные автомагистрали, пробки, выхлопные газы, это только на пользу. Если будет все по уму сделано, будем рады. И то, что все будет сделано по уму, сомневаться не приходится. Совсем скоро этот район города будет не узнать. На месте, где стояли захламленные гаражи и склады, появится аллея. Она будет отсыпана щебнем, который в дальнейшем укроет ракушечником. Также на территории зеленой зоны будет посеян натуральный газон. Для ухода за растениями здесь смонтируют систему автоматического полива. Новый сквер, который, к слову, имеет название «Крымский», появится уже к весне. Еще одним местом, где смеются дети и гуляют парочки, в Краснодаре станет больше. Антон Балзовский, Дмитрий Федотов, телекомпания «Краснодар». День Екатерины Александрийской отмечают сегодня православные. Святая является небесной покровительницей Краснодара и Кубани. На службу в Кафедральный собор кубанской столицы, которая носит имя великомученицы, съехались верующие со всего края. В божественной литургии также принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Сегодня вспоминают подвиг Екатерины. Она проповедовала учения Иисуса Христа. И за это римский император Максимин приказал ее казнить. Считается, что святая помогает во время трудных родов. Также своей покровительницей Екатерину называют философы, просят поддержки у нее преподаватели и ученики. День Святой Покровительницы особое событие для нашего города, ведь многие историки связывают название Екатеринодара именно с ней. И с тех пор великомученица остается небесной заступницей нашего города, а ее жизнь и дела стали нравственными ориентирами для жителей кубанской столицы. У нее было в жизни все. И знатность, и богатство, и красота. И она в своей жизни искала самого высшего любви. И те женихи, которые сватались к ней, она не могла выбрать, пока не узнала самого главного жениха для каждой души человеческой. Это Господа, Бога и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому в этот день, мы вспоминая ее житие, стараемся и сами об этом вспомнить, что для каждого из нас вот эта любовь Божия, она доступна через церковь, через таинство, через искры, через причастие. Ее имя носят многие церкви и монастыри. Но для краевой столицы это особый день, ведь небесной заступницей Краснодара святая стала с самого момента его основания. На Кубани во все времена чтили имя великомученицы как образа благочестия, духовной красоты и покровительницы благих деяний. Для нас это имя, можно сказать, фундаментальное, базовое, священное, потому что город, который уже больше 200 лет назад заложили на этом месте, посвящен прежде всего святой великомученице, имя которой было связано с императрицей, которая даровала землю. Поэтому это для нас, это для нас самое начало, это наше, можно сказать, все. И сегодня празднует весь город, вся, можно сказать, даже Кубань, весь этот праздник, этот день. И я бы хотела пожелать всем, всем, и краснодарцам, и людям Божьего благословения, покровительства Пресвятой Богородицы и покровительства нашей великомученицы Екатерины. Претерпела много мучений ради Христа. Поэтому мы, конечно, почитаем очень сильно эту святую. И хотелось бы, хотелось бы тоже, чтобы наша жизнь была такая же чистая и светлая, как у нее. Хотя бы стремиться к этому. В нашем городе много памятных мест, связанных с именем этой святой. Самым любимым и популярным у молодоженов считается памятник великомученице. А все потому, что святая Екатерина покровительница женихов и невест. Если молодая пара пройдет через колокол, семейная жизнь будет долгой и счастливой. Ну а тем, кто еще не нашел вторую половину, нужно просто обратиться с молитвой. А еще в народе святую Екатерину называли санницей, поскольку в этот день впервые катались на санях. Поэтому осадки считались хорошей приметой и сулили богатый урожай. Юлия Жизнецкая, Андрей Варбашов, Алексей Попов, телекомпания Краснодар. К нам в редакцию который день поступают звонки от неравнодушных жителей краевой столицы. На этот раз горожане обеспокоены тем, что в одном из исторических мест Краснодара у кинотеатра «Аврора» замерзают пальмы. Теплолюбивые красавицы были настоящим украшением исторического комплекса в центре города, а теперь вынуждены страдать от холода. Краснодарцы призвали обратить внимание на экзотические деревья. Все живое нужно спасать, конечно. Как это оставить ее без внимания? Я живу в Топсе, то есть у нас там Топсинский район, рядом Сочи, конечно, за теплолюбивыми растениями все ухаживают. На зиму заворачивают их, чтобы они не замерзли. Здесь тоже надо. Я думаю, что спасать нужно. Любое дерево, любое какое-то зеленое насаждение, если оно нужно, если оно пользует от него, почему нет? Обязательно надо спасать. Как нам сообщили сегодня в мэрии, эта ситуация уже на контроле городских властей. В единой службе заказчика сказали, что в настоящее время на месте идут работы по утеплению и консервации двух пальм. Для этого специально закупают брусы, особый укрывной материал. Вокруг деревьев будут установлены короба с нагревающими диодами, которые автоматически будут включаться при понижении температуры воздуха. Полностью пусконаладочные работы завершат 12 декабря. Порядок один для всех. Какие правила необходимо соблюдать при перевозке пассажиров и почему нельзя размещать рекламу на транспорте. Сегодня наша съемочная группа отправилась в рейды по выявлению нарушений на дорогах к краевой столице. Обо всем по порядку. Татьяна Леонова. Все мы пользуемся общественным транспортом, но можем ли быть до конца уверенными, что перевозчик выполняет все правила безопасности. Автоинспекторы города на постоянной основе проводят рейды по выявлению нарушений. Проверяют как междугородние автобусы, так и транспорт краевого центра. В одной из маршруток выявили грубое нарушение. Колеса были установлены неправильно. Водитель утверждает, что поломка произошла буквально только что. Но у автоинспекторов все еще остались вопросы. Реклама на дорогах тоже должна быть законной. Жители Краснодара считают размещение рекламы на транспортном средстве личным делом. Только в Прикубанском округе за последнее время было выявлено 20 припаркованных автомобилей на спущенных колесах. Такое продвижение услуг портит облик нашего города. Поэтому сотрудники администрации выходят в рейды, чтобы объявить нарушителям, почему они поступают незаконно. В неделю 3-5 человек убирают свои объявления. Но далеко не все понимают слова. Поэтому к делу подключаются полицейские, которые уже составляют протокол по факту незаконной рекламы. Почему пытаются зацепиться, почему располагают на автомобилях? С одной стороны, это реклама, но она расположена на движимом имуществе, то есть на автомобиле. Реклама в городе Краснодаре должна размещаться только по разрешению. То есть на это надо получать разрешение в администрации города. Пытаются стоять на автомобиле, утверждая, что это движимое имущество. Но, с другой стороны, внесение в изменение конструкцию движимого имущества, это уже нарушение правил дорожного движения, то есть правил содержания автомобиля. То есть это тоже запрещено. По статье «Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах наказание для юридических лиц предусматривает штраф до 1 миллиона рублей». Любой гражданин, кто видит нарушение, может обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу, администрацию и полицию. Везде могут объяснить правила и помочь тем, кто готов узаконить свою рекламу. Рейды по нарушителям проводят регулярно, и статистика неутешительная. «С начала года нами проверено больше 4 тысяч автобусов, и к административной ответственности привлечено порядка 700 водителей за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе и нарушение правил требований сигнала светофора, нарушение правил проезда пешеходных переходов, перевозка пассажиров сверхколичества, нарушение режимов труда и отдыха». Элементарное соблюдение установленных правил поможет избежать неприятностей. Помните, что безопасность зависит прежде всего от нас самих. Татьяна Леонова, Елизавета Царенкова, Иван Жалнин, Андрей Барбашов и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар». Нет ни дыма, ни огня. Во Дворцерске уступ премьера утро началось не с репетиции спектакля, а с пожарной тревоги. Краснодарские спасатели начали декады учений по самым посещаемым местам города. Размотали рукава, опустили противопожарный занавес и потушили условное возгорание в считанные минуты. Пожар, хоть и не настоящий, но сработано четко. Обошлось без пострадавших. Работники премьеры тоже отреагировали быстро, но для закрепления результата провели еще и профилактическую беседу. В целях предотвращения пожаров отдел надзорной деятельности города Краснодара убедительно просит жителей и гостей города Краснодара соблюдать элементарные требования пожарной безопасности дома. В частности, исключить применение пиротехнических изделий в помещениях, исключить открытые огни рядом с хвойными, с елками, в частности, свечки, бенгальские огни и тому подобное. В случае обнаружения пожара незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 01. Подобные учения для кубанской столицы уже не в новинку. Во многих краснодарских больницах, вузах, школах и кинотеатрах ежегодно звучит сирена пожарной тревоги. Такая подготовка очень важна не только работникам спецслужб, но и людям. Ведь порядок действий при пожаре знает не каждый. А изучение ситуации на практике поможет в будущем спасти жизни. Одно из наиболее судьбоносных событий этой недели – переименование Краснодарского аэропорта не внесло никаких изменений в процесс взлета и посадки. Точность, вежливость командиров кораблей даже сегодня, несмотря на праздник, Международный день гражданской авиации, пилоты привычно сели за штурвалы в аэропорту с непривычным пока названием. Совсем недавно жители Южной столицы спорили и гадали, будет ли воздушная гавань носить имя Александра Суворова, полководца, который командовал кубанским корпусом. Или же его назовут в честь выдающейся летчицы Евдокии Бершанской, которая в годы Великой Отечественной войны возглавляла женский авиаполк «Ночные ведьмы». В результате большинством голосов жители выбрали имя Екатерины Великой, императрицы, даровавшей казакам земли, столицей которых сейчас является Краснодар. Названия аэропортов меняются, но маршруты, встречи и проводы остаются. Остаётся и профессия лётчика. Одной из сложных, а потому престижных и уважаемых. Сегодня отмечается Международный день гражданской авиации. Для кого-то праздник, для кого-то напряжённая и ответственная работа. Профессии Александр Тягунов уже 37 лет. Стать пилотом решил ещё в детстве. Говорит, усердно учился в школе, чтобы поступить в лётное училище. Да и с физической подготовкой повезло. Ведь в пилоты принимают практически как в космонавты, с идеальными параметрами здоровья. Капитан воздушного судна рассказал, как поддерживает себя в отличной форме, а ещё поделился секретами питания во время работы. У меня нет вредных привычек. Не курю, алкоголь не употребляю. Ну и занимаюсь спортом. Хожу в спортзал, в бассейн. Есть такая особенность, что пилотам разное меню предоставляется. Ну, на случай каких-то непредвиденных, чтобы, если произошло, мало ли не дай бог, отравление. Хоть меню у каждого пилота своё, делят предложенные блюда в зависимости от вкусов и предпочтений всегда поровну. Даже в этом у них слаженная работа. Рассказали воздухоплаватели и о суевериях. Оказывается, чтобы полёт прошёл легко и без непредвиденных ситуаций, перед рейсом нельзя шить, особенно пришивать пуговицы. Но если бы всё было так просто, ежедневно выполнять несколько рейсов – большая ответственность и нагрузка. Несмотря на то, что современные самолёты, оборудованные системой автопилота, управляет ими всё-таки человек. Вводит нужные параметры и контролирует работу судна. А взлёт и посадка – исключительно ручное управление. И это всё на плечах опытных лётчиков. Замечательная профессия. Спасибо пилотам, лётчикам, которые нас возят, перевозят. Спасибо большое. Ты уверена в капитанах и выборе авиакомпании. Летать не боюсь. Летаю два раза в год примерно, может быть, чаще. Летать не боюсь. Летаю часто. У меня сын сам пилот поэт. И даже у меня дочь пилотесса. Очень уважаю. Считаю, что делают очень большую, важную работу. И удачи. Хорошей погоды. Хорошего настроения. А сами часто не боялись? Да. Нет, не боюсь. Никогда не боялся. Мне, наоборот, только интересно посмотреть сверху на землю. Несмотря на погоду, которая сегодня казалась нелётной, пилоты привычно взмыли ввысь. Ведь для них преодоление многокилометровой воздушной трассы – это не работа, это жизнь. Татьяна Троян, Вадим Жалеев, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Я, конечно, во время посадки не аплодирую обычно, но сегодня хочу сказать спасибо всем, кто довозит нас в целости и сохранности с праздником. И идём далее. Таким вы его ещё не знали. Уже завтра стартует первая экскурсия по историческому центру нашего города под названием «Романтичный Краснодар». Музей имени Коваленко предлагает взглянуть на него с неизвестной стороны. Во время двухчасовой экскурсии по столице Кубани гости краснодарцы посетят известные места свиданий и свадебных фотосессий. Познакомятся с архитектурными и скульптурными памятниками, также связанными с историями людьми и любви, и романтическими легендами. Маршрут будет пролегать через Екатерининский сквер и улицу Пушкина. Прогулка для влюблённых закончится в городском саду. Книги потомкам, дружбу народам. Фонды Краснодарской библиотеки национальных культур имени Гончарова пополнились новой партией книг на сумму 250 тысяч рублей. 500 экземпляров известной писательницы Мариам Ибрагимовой представители Республики Дагестан передали накануне хранилищу. Непростая, но яркая судьба выпала на долю Мариам Ибрагимовой. Свою основную профессию врача она пронесла по жизни, как святыню. Но не менее важными были для неё и остальные призвания – журналистика, живопись и, конечно, литература. Мариам – автор 15-томного собрания сочинений. Романы, повести, очерки, мемуары, стихи и поэмы – все эти произведения наполнены искренностью и мужеством. В них органически слились истории, духовные традиции России и Кавказа. На самом деле такой вот момент настал. Мы хотим вручить Библиотеке национальных культур имени Гончарова 500 экземпляров книг вот этой талантливой женщины. На самом деле мы считаем, что это и наш автор тоже. И пример жизни этого автора замечательного, этого, ну, в каком-то смысле миротворца, да, который на своём личном примере показал, как надо завоёвывать авторитет, как надо трудиться на благо Родины, на благо страны. Кубань испокон веков выступает общей территорией, где одной большой семьёй уживаются 120 национальностей. При этом представители всех диаспор свято чтят обычаи и традиции друг друга, чтобы сохранить национальные особенности, а также воспитать толерантную молодёжь. И продолжает семью друзей, соседев, братьев. Именно в таких добрых отношениях живут в Краснодарском крае более сотни национальностей. Краевой столице год традиционно завершается фестивалем «Венок дружбы народов Кубани». Это уже 15-й праздник народного творчества, песен и танцев. Что интересно, здесь уже свои традиции, обычаи, направления. Каждый старается где-то друг друга перещеголять. И на самом деле вот эта конкуренция позитивная приводит к каким-то таким снижению напряжения. Вернее, вообще к его отсутствию. В этот раз свои лучшие коллективы привезли с семь муниципальных образований. Задора энергии артистам точно не занимать. Они не стремятся стать победителями. Они всю душу вкладывают в творчество и с удовольствием дарят его и своим соотечественникам. «Венок дружбы» уже давно и прочно связан на Кубанской земле. И благодаря такому празднику, как этот фестиваль «Дружба народов нашего края» становится только крепче. Сейчас информация для тех, кому на себя не начихать. В эту субботу с 10 до 12 в четырех поликлиниках Краевого центра пройдет очередной день здоровья. В этот раз темой акции станет бронхиальная астма. Вас ждут консультации профильных врачей, диагностические обследования. Желающие смогут прослушать лекцию по профилактике этого заболевания. Также краснодарцы смогут узнать индекс массы тела, сделают электрокардиографию, ультразвуковое исследование и измерят артиллярное давление. Астма – это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей. В мире около 300 миллионов человек страдают этой болезнью. Поэтому, чтобы обезопасить и проверить себя, приходите в поликлиники номер 3, 14, 23 и 25. Другим темам. Настоящее или искусственное – каждый решает самостоятельно. Ежегодно миллионы россиян склоняются в пользу той или другой елки. Хотя герои нашего следующего сюжета предлагают еще и третий вариант. Альтернативное. Основное ее достоинство – экологичность. С подробностями Валентина Щербакова. Сохранить планету зеленой для будущих поколений – задача каждого ее жителя. Только решают ее далеко не все. А вот в 49-й Краснодарской школе экологичные планы в жизнь ученики воплощают успешно и с энтузиазмом. У нас есть экологический отряд в нашей школе, который проводит акции, в которых участвуют все учащиеся школы. Но начинать экологическое воспитание нужно, конечно же, с малышей. Поэтому вот такие мероприятия с Центром озеленения и экологии мы проводим регулярно. И начинаем именно с малышей, чтобы приучить их к бережному отношению к природе. Запах и естественный колорит живой елки – не повод истощать экологию. А потому заменить их лучше на искусственные новогодние красавицы. Самый бюджетный вариант – это альтернативная ель из пластиковых бутылок и картонных коробок. Как убедить в этом детей легко и без нравоучений, знают краснодарские экологи. Чтобы не быть голословными, эко-елку сделали вместе с учениками. Чтобы ребята в будущем смогли использовать какие-то наши предложения по изготовлению новогодних игрушек дома. Если хоть один ребенок дома придет и расскажет родителям, и кто-то откажется все-таки от живой ели в пользу альтернативной ей искусственной елки, то это уже успех. Предложенные варианты подкрепили практическими мастер-классами. Пространство поделили на условные тематические зоны, и в каждой из них первоклассники творили своими руками. Пластиковые, стеклянные, железные иногда. Я сегодня приду домой и скажу маме то, что елку надо ставить не настоящую, а искусственную, чтобы сохранить наш лес. Я сделаю игрушку, новогоднюю игрушку, которую поставили на елку искусственную. С Новым годом! Если у школьников предновогодняя суета идет по велению сердца, то у городских служб это обязанность. Подготовка к Новому году идет уже не первый день. Накануне главную городскую елку на театральной площади, тоже, кстати, искусственную, украсили светящимися снежинками и полуметровыми гирляндами. Создает ли это новогоднее настроение? С таким вопросом мы обратились к краснодарцам на улице. В этом году больше, чем в прошлом, да, есть. Только заметила, что елочку нарядили. Да. Да, заметила, сфотографировать. Нужно будет выходить вечером, будет темно, сделаю. Приятно. Еще какие моменты по украшению города заметили? Погода пока ничего не заметила. Хотя вот здесь работаю на площади, елку видела, как строили, как делали. Пока остального не видела. А вот здесь возле администрации тоже гирлянды. Ну вот такие мелочи, настроение есть. Уже меньше месяца осталось, уже какое-то предновогоднее настроение. Город все лучше и лучше становится с каждым днем. А настроение что добавляет? Настроение что добавляет? Так елка и звездочки, игрушки. Все серое, некрасиво идет, дождь, а здесь хоть что-то горит, радует глаз. Всегда, всегда, когда город преображается, оно видно на улице, у всех поднимаются на сцене, хочешь ты этого или нет. Когда все светится, когда радость доставляет, когда есть огни и все остальное. Каким будет главное украшение любимого всеми зимнего праздника, выбор индивидуальный. Главное, чтобы было новогоднее настроение. Валентина Щербакова, Александр Ивановсков, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». У многих перед предстоящими праздниками возникает вопрос, как быстро привести себя в форму ради встречи Нового года и не набрать лишние килограммы за дни каникул. Кто-то ищет спортзал рядом с домом, некоторые записываются на сеанс к диетологу. О том, как жители кубанской столицы готовят свою фигуру к бою курантов, узнал Александр Крошный. Новогодние праздники – это всегда застолье и посиделки с друзьями. И как следствие, чрезмерное употребление не всегда здоровой пищи. И чтобы я смог влезть после праздника в свою любимую рубашку, я купил абонемент в спортзал и подобрал себе диету. Посмотрим, как в этом плане готовятся жители нашего города. Будешь ли ты приводить себя в форму перед Новым годом? Да, я постараюсь привести себя в форму, чтобы какое-нибудь красивое платье на мне хорошо смотрелось. Будешь ли ты придерживаться каких-нибудь диет на новогодние праздники? Ну, диет вряд ли, но я просто постараюсь не объедаться, как это обычно происходит у нас за застольями. Да нет, я и так в форме. Нет, диеты не буду придерживаться, потому что я люблю есть и пить. Я вообще держу пост. А будете его придерживаться на новогодние праздники? Ну, буду стараться, да, конечно. Ну, стараюсь не злоупотреблять, чтобы после Нового года чувствовать себя все-таки хорошо. Оливье, шампанское, ирония судьбы. Ни в коем случае нельзя садиться на диеты голодовки за одну-две недели до праздника, так как это чревато обострением хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит, желчекаменная болезнь. И вместо праздника с близкими и родственниками вы встретите его на больничной койке. А также это повышает риск набора большого количества лишних килограммов за период празднования. В такие моменты срабатывает эффект йо-йо. Похудела за две недели на пять килограмм и потом набрала восемь килограмм за праздничные дни. Новогодние праздники, застолья, это, конечно же, замечательная пора. Но злоупотреблять едой не стоит. Так же и в обыденной жизни. И тогда вы не только сможете влезть в любое платье, но и будете чувствовать себя намного лучше. Лично я займусь этим уже сегодня. Александр Крошный, Алексей Попов, Андрей Барбашов. Телекомпания «Краснодар». Ну не знаю, я ем, ела и буду есть. И если что, просто куплю себе платье на размер побольше. И пока это все, что мы успели вам рассказать. Напомню, что важные городские новости вы можете узнавать на нашем сайте. tv-crasnodar.ru в наших аккаунтах в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, отличных выходных и до встречи в эфире.